Наша команда готова приступить к работе над новым делом. Денис и Дмитрий встречаются для знакомства с заявительницей. К нам приедет заявительница, которая живет во Владимире, а вот ее муж с дочкой здесь, в Москве. Именно живет? Не в командировках? Может быть, временно, действительно. Подходит заявительница. Спасибо. Яна Морозова, 30 лет, управляющая рестораном. Замужем, воспитывает дочь. Подозревает супруга в неверности. Добрый вечер. Здравствуйте. Яна. Денис. Дима. Очень приятно. Как так получилось, что вы живете на два города? Я работаю в ресторанной сети крупной. Работала долго в Москве. В одном и том же месте. А тут предложили возглавить новый ресторан, стать управляющей. Но во Владимире. Долго, конечно, я сомневалась. Все-таки Дашка, дочь моя, 5 лет ей, семья. Ну, решилась, потому что для меня это очень большое повышение. А дочку вы с мужем оставили? С мужем, да. Я там очень много работаю. В садик не ходим, карантин. А здесь у нас недалеко свою кровь живет. Иногда с ней дочку оставляет муж. Вообще он занимается ребенком? Или с ней кровь в основном? Ну, как он говорит, он в основном с ней сидит. Ну, то есть, получается, у вас положительный муж? Положительный, да. Но тут как-то разговор был такой с дочкой. Говорит, ходили на карусельке, папа водил. И тетя там была какая-то. С ними каталась весь день. Мороженкой угощала дочу. Он, может, спросили? Ну, конечно, спросила. Он отмазался, говорит, какую-то там знакомую встретил. Случайно. Ну, я ему не верю. Я там, он тут. И проконтролировать его не могу. И не знаю, чем он тут занимается. Ну что, давай проверять, как он проходит испытание разлукой. Ну, тогда установим камеры в вашей квартире. И наружную. Все, на работу. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Новое дело у нас, парни. Да, поняли. На следующий день оперативники занялись установкой камер в квартире Морозовых. Сейчас дома никого нет. Заявительница передала нам ключи и уехала обратно во Владимир. Ее супругу сегодня понадобилось заехать в офис, хотя в основном он работает удаленно. Пока подозреваемый занят, дочку Дашу забрала свекровь. Дим, прием. Да, Олег, закончили? Все поставили. Проверь, пожалуйста, звук видео. Все приходит. Спасибо, сворачивайтесь. Это реле, к хаду, приедем. Группа наружного наблюдения приготовилась к долгому дежурству у офиса подозреваемого. Однако уже после обеда мужчина появился в поле нашего зрения. Вот деревянная дверь сейчас открывается, выходит наш объект. Знакомьтесь. Георгий Морозов, 33 года. Менеджер по продажам в торговой компании. Женат, воспитывает дочь. Понятно, пешеходы подготовились. Ведем указание. Дима Тимофеев уже ведет подозреваемого, а летающий вдруг страхует, если он куда-нибудь поедет далеко. Так, держать молодцы. Мы не знаем, как на самом деле Георгий относится к тому, что Яна поставила свою карьеру на первое место и временно переехала во Владимир. Однако он поддержал супругу и согласился взять на себя основные обязанности по воспитанию и уходу за ребенком. Планы подозреваемого изменились. Видимо, он получил какую-то дополнительную нагрузку по работе, из-за чего не сможет уделить достаточно времени дочке и забрать ее сегодня. Меняем пешеходы, чтобы не засветиться. Однако, вернувшись домой, вместо того, чтобы сесть за рабочие проекты, Георгий стал готовиться к приему гостей. Вино, фрукты, закуски. Получается, мужчина обманул маму насчет своей сверхзанятости. У нас домофон звонит. Улицу покажите. Да, Дим, сейчас переключим. Там какая-то девица стоит. Понятно, для кого он там сюрприз готовил. Давайте, ребят, не болтаем, а работаем. А вот и гостья пожаловала. Но, судя по подготовленным бокалам и приборам, она будет не одна. Жена во Владимире, дочка у мамы. Самое время, чтобы закатить вечеринку. Значит, скоро к Георгию и его гостье присоединится еще и Валька. Это может быть как мужчина, так и женщина. В любом случае, поведение подозреваемого уже вызывает много вопросов. Какой-то я знаю, кто здесь живет. Может, мужчины и шутили насчет симпатичной девушки для Георгия, а может и нет. Интересно, как часто компания собирается в гостях у подозреваемого в отсутствие нашей заявительницы. Что они празднуют-то? День вообще-то натворил. Чуть, по-вашему, называется? Чуть. Вообще-то завтра всем на работу. Мне кажется, если мы все это выкинем, то сегодня мы точно останемся у тебя. Сегодня, в четверг, останешься. Останьте здесь. А вот и ответ на наш вопрос. К этой встрече Георгий относится всего лишь как к разминке и предлагает уже через пару дней отдохнуть более масштабно. Даже если не придираться к оговорке, то все равно эта ситуация выглядит сомнительной. Чуть-то на шейную. Я не помню. Мы подарили. Мне любимый подарили. Любимый подарили. Кто-то ходит, сколько лет, почему не в армии? Ах, ты что? Посиделки затянулись до поздней ночи. Как будто завтра действительно никому не надо работать. Однако ночевать Ирина и Валентин не остались и уехали домой на такси. Второй день подряд мы ведем наблюдение за Георгием Морозовым по просьбе его супруги Яны. Сегодня мужчина полдня уделил работе, потом закупился продуктами, а сейчас направляется по неизвестному нам адресу. Привет, Ксюша. Говорит Ксений. Звук фиксируем. Писок работает. А я еще не дома. А ты подъезжаешь, что ли, уже? Пробили информацию. Он подходит к квартире, где мама живет. Зайди пока. Я приеду. Все, давай, Ксюша, давай. Подозреваемый поговорил с какой-то Ксюшей, которая, по всей видимости, рассчитывала застать Георгия дома. Это странно, ведь даже если мужчина прямо сейчас поедет обратно, дорога у него займет около часа. Дим, прием там в квартиру подозреваемого женщина какая-то пришла. Первый раз ее видел. Видел, видел? Да, вижу, наблюдаем. Фиксируйте все, что эта женщина здесь будет делать и трогать. Видимо, это и есть та самая Ксюша, с которой только что говорил подозреваемый. Мы видим, что у неизвестной нам женщины есть ключи от его квартиры, и она чувствует себя у Георгия как дома. Ну, она как-то прибирается, как-то живет здесь. Женщина в квартире подозреваемого прибралась и перемыла посуду. К тому моменту, как Георгий снова оказался в зоне нашего внимания, у него дома был идеальный порядок. В дворе вышел, звонит, что ли, сыграет? Слушай, ну ты что там как? В смысле, не в очередь? Звонит Ксении. В чужой квартире. Убралась, все сделала. Спасибо, я сигнал. Ты же сказал, что ты скоро будешь. Я к маме заезжал, я по Даше соскучился продуктов, привез и маме, и Даше, чего ты? Ну вообще так не делается на самом деле. Меня так не устраивает. Да ладно тебе, доченька. Скорее, доченька какая-то. Объяснения мужчины, что он навещал дочку, не произвели на Ксению никакого впечатления. Очевидно, женщина намеревалась провести время с Георгием, а не как она сама выразилась, одна в чужой квартире. Ну, Ксении, это бездельный теперь. К возвращению нашего подозреваемого домой, Ксения успела даже еду приготовить. Последние минуты она откровенно уже скучала, но, тем не менее, Георгия дождалась. Я же не гуляю ни по казино, ни с приятелями езжу. К маме ездил, с Дашей гулял, по играме с ней засиделся. Чего ты? Продукты привез. Чего ты? Ничего. Пока до конца непонятно, какие отношения связывают Георгия и Ксению. Эти двое близки, но насколько? Гость ей не нравится, что мужчина ей в ущерб оказывает внимание своей семье. Тебе не кажется, что два взрослых человека, ты и твоя жена, вполне могли бы позаботиться о ребенке самостоятельно? А не привлекать для этого нашу пожилую маму? Ты не только маму не жалеешь, ты и своего ребенка не жалеешь. А ты его сестра, судя по разговору, да? Ну так и забирайте тогда его себе. Да, да, и она справедливые предыдущие предъявляет. Отработаем, так напряженную неделю пройдет. Значит, это сестра нашего подозреваемого. И она очень недовольна тем, что брат с женой нещадно эксплуатирует их пожилую маму. И не важно, что наша заявительница не в курсе. Ксении-то кажется, что супруги. Заодно... Все. А ты куда? У меня вообще-то тоже дела есть. По нашей части, у него нет. Приезжай сюда убираться, помогать. Если ты мне звонишь и предлагаешь тебе помочь... Материалы не удалять ни в коем случае. Все равно предоставить. Но я... Рассчитываю на то, что ты будешь вовремя. Прости. Счастливо. Как хитро устроился Георгий. Дочкой занимается бабушка, сестру он вызывает для уборки и готовки. А сам-то он хоть что-нибудь делает, кроме того, что выпивает с друзьями. Звоночек по телефону. Есть звук? Алло, привет. Ну, что там? Есть звук идеальный и непонятно, кому звонят. В смысле, не можешь, мы же договорились. Да ты что, издеваешься? Я сестру припахал, получил по шапке, а вообще ее просто отпинали, как щенка. Непонятно, может быть, это вчерашние гости, кто-то из них? Ну, приехали. Завтра точно сможешь. Тишина в эфире. Все, хорошо, завтра же. Чрезвычайно интересно, с кем сейчас общался Георгий. Но, очевидно, до завтра мы не узнаем, ради кого он припахал сестру и получил от нее по шапке. Продолжаем наблюдение. Наступил третий день нашего расследования. Сегодня подозреваемый остался дома и посвятил все утро работе. Но у нас пока тихо. Дим, извини, не успели предупредить, а там и разошла в подъезд. Это вот, с которым они недавно тусовались. Друга приходили еще помочь. Я помню, а вы мне еще завтра бы об этом рассказали. О, она, что это здесь делаешь? В смысле? В прямом случае. Да, вон ее, значит, уперись на свадьбу. Значит, Георгий ждал в гости не Ирину, а кого-то еще. Интересно, как появление этой женщины отразится на планах нашего подозреваемого. Прикола не понимаешь. Иди-ка ты со своими такими приколами. Куда? Далеко. Мне нравятся мои шуточки. Мне вообще-то не шутить сюда пришло. А зачем? Что это хочешь? Ты хочешь сказать, что ты не знаешь зачем? Так, она к нему пристает. Сейчас посмотрим, как он отреагирует. Да, понятно, здесь все. Только на шуточки Георгий и способен. Да еще на тайные встречи с любовницей. Больше, видимо, ни на что. Наступил четвертый день наблюдения. Денис и Дмитрий на месте событий ждут заявительницу. Яна приехала на электричке из Владимира. Один из оперативников уже везет ее к нам. Георгий сейчас дома один. Но мы знаем, что скоро к нему должна снова приехать Ирина. Алло, привет. Что-то там как? А звонок телефонный кому это он звонит? Что хочешь, что приготовить? Видимо, Ирина, ты любовница. Хорошо, как раз я не готова. Давай. Подъехала заявительница Акбар. Привез ее, встречаем. Вижу, молодцы. Сколько давайте. Здравствуйте, Яна. Мы понимаем, что мы вас сорвали с рабочего места, но у нас плохие новости. Выяснилось, что ваш муж все-таки увлечен другой женщиной. И зовут ее Ирина. Вчера мы застали сцену измены, камеры зафиксировали, все. Готовы смотреть? Да, давайте. Георгий сейчас дома один. Он ждет, когда Ирина вернется. В смысле, вернется? Он что, живет у нас? Да. Она решила пожить тут пару дней, он не позволил это сделать. Вот ушла на работу, вскоре должна вернуться обратно. Он пока готовит ужин. Пойдемте, посмотрим на это. В ходе расследования было установлено, что Георгий Морозов изменяет своей супруге Яне. В ее отсутствие мужчина отправлял дочку к бабушке, освободившееся от семейных забот время тратил на развлечение с любовницей Ириной. Варочка даже решила пожить вместе у Георгия до возвращения заявительницы. Сейчас Яна в сопровождении нашей команды идет домой, чтобы выяснить отношения с предателем. Входим, страхуем, потому что она в спокойном состоянии. Ты что, вообще охренел? Вообще охренел? Ты притон устроил? Ты куда-то там уводишь? Ты здесь всякие бабы ходят с мужиками, с лакоштарями. Это программа «Опасные связи». Мы занимаемся расследованием случаев измен, Георгий. Здесь установлены камеры, которые зафиксировали вашу измену с Ириной. У вас же вроде как семья, у вас же жена, дочь. Вы позабыли об этом совсем? А зачем? Конечно. Дочь он сплавил. Вы не молодёй. Я там вкалываю, как шоклятая. А ты к вам, ну ты звонишь. Давай еще звони мне тут, ага. Ты со мной поговорить не хочешь? Ничего не хочешь мне сказать? Давай поговорим. Давай поговорим. Давай поговорим. Зачем? Давай все время. Давай все время. Не надо все. Дима пошел на выход. Приготовились работать в две группы. Все, Дима пошел. Возможно, он ее не пустит сюда. Это будет правильно. И мы уезжаем. Куда вы, Владимир, поедете? Да не твое это дело, куда мы поедем. Асад. Что, ты теперь заботливый отец такой, да? Ну, я вообще вас люблю. Перед камерами любишь? Это ты так любишь? Мне вот это все и не надо. Уберем. Вторая группа. Работаем на улице. Вот выехали. Увидели вас. Вот девушка подходит аккуратно. Вы Георгий идите? А вы кто? Меня Дима зовут. Я вас не знаю. Вы идите, там как раз жена приехала. Сейчас расскажете, что вы там делаете с ним. А что вообще происходит? Съемки, передачи «Опасные связи». Мы занимаемся расследованием супружеских измен. Я там скалываю, как проклятая. На этих электричках езжу туда-сюда. Я ребенка неделями не вижу. И что? И что? К чему я приехала? Да пошел ты не знать. Вам чего-то не хватало, Георгий? Объясните вашей жене. Это вас вообще никак не касается. Может быть. Но это я слышу каждый день. Поэтому отправляйтесь домой. Объясните Валентину, что произошло. Вы реально больны. Лучше быть больным, чем таким здоровым, как вы. Идите, отвалите вообще. Чокнуты. Оставили, не ведем девушку. Не ведем ее, не нужно всего. Я ненавижу, просто ненавижу. Я? Иди в задницу, к Ири. Мы покинули квартиру, спускаемся вниз. Да, Денис с женщиной работают. Взял он телефон, кому-то звонит. Отвезите меня, пожалуйста. Ирине, наверное, звоните. Дочку заберу, да, мне. Давайте ваш с ней. Спасибо большое. Денису надо будет сопроводить. За ютем, с вами уедут. Да, увидели вас тоже. Все, я вон там, в нашей машине. Пойдем. Пойдем. Как дела? Да ничего, толком не поговорили никак. Ну, Ирину тоже не захотелось с вами общаться. Она пришла, я сказал, что вы наверху. Почему вы так делали? Я бы с ней пообщалась. Оно того не стоит. Да вы вообще на чьей стороне-то? Оно того не стоит. Не переживайте об этом. Я думаю, что вам не стоило с ней общаться. И ничего бы мы у нее нового не узнали. Поехали скорее. Больше других важных дел сейчас, конечно. Дочку забрать. Да, поехали. Денис Молодчик. Все, поехали. Давайте. Первые группы закончили вы? Да, походу. Стоп. Что у вас на 12-м объекте? Яна подала на развод. Сейчас она вместе с дочкой живет во Владимире. Для Даши она нашла няню. Иногда к ним приезжают свекровь и заловка. Георгий пытается вымолить у жены прощение, но Яна непреклонна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok